Итак, смотрите, мы сегодня поговорим про ограниченность и пределы. Давайте начнем с каких-то известных понятий. Если у вас есть какое-то множество x, некоторое множество из, допустим, вещественных чисел, тогда можно теоретически определить его минимальный и максимальный элемент. Значит, что такое минимальный элемент? Минимум из множества x — это такой элемент x, который принадлежит этому самому множеству. Сейчас не очень удачно написал, давайте я напишу так. Минимум x равняется m. Это означает следующее. Значит, это означает, что m принадлежит этому самому множеству x, и одновременно m меньше либо равен всем элементам x. Значит, вот так вот это можно написать. Значит, вот эти два условия должны выполняться. В этом случае элемент называется минимальным элементом данного множества. Ну и аналогично можно определить максимальный элемент. Давайте я обознаю еще большой буквой m. Это означает, что, опять же, m принадлежит нашему множеству. И для всех остальных элементов m должен быть больше либо равен, чем они. Значит, это максимальный и минимальный элементы множества. Ну давайте так, контрольный вопрос. Я вот здесь вот пишу не строгое неравенство. А если написать строгое, то что будет? Это неправда. Но это уже не максимум. m не будет принадлежать множеству, если будет. Да, ну понятно, что если здесь написать строгое неравенство, то вот эти два условия никогда не будут выполняться. Потому что если здесь написать строгое неравенство, то это будет означать, что мы требуем, чтобы элемент был меньше, в том числе сам себе. Такого не может быть. Поэтому здесь всегда пишется именно не строгое неравенство. Вот. Смотрите. Всегда ли существует максимальный и минимальный элемент множества? Нет. А когда не существует? Для функции 1 делить на x не существует, например, минимально. То есть когда пределы есть. Да, но это вы сразу сложный случай рассматриваете. Множество r нет. Множество r нет у максимального элемента. Да. Например, бывает множество, которые просто не являются ограниченными. У которых нет максимального или минимального элемента, просто потому что нет ограниченности в соответствующую сторону. Значит, нет. Для неограниченных множеств. Ну хорошо, а для ограниченных множеств? Ну, например, множество всех иррациональных на треск от 0 до 1. Ну, это вы тоже сложный пример даете. Это правда, да, но пример сложный. Забавно, что я когда вчера готовился к лекции, я такой пример тоже придумал, но я планировал его сказать третьим примером. Давайте более простой пример. Смотрите, давайте рассмотрим, например, такую штуку. Вот, скажем, от полуинтервальчика от 0 до 1. Что у него есть? У него есть минимальный элемент? Да, 0. Какой он? Это 0. Да, вот от 0 до 1 понятно, что 0 является минимальным элементом. С одной стороны, он принадлежит множеству, а с другой стороны, ничего меньше во множестве нет. Значит, это минимум. А максимальный элемент? Его нет. Такого нет. Да, такого элемента нет, потому что... Ну, что хотелось бы? Хотелось бы, чтобы этот максимальный элемент, он был бы где-то, ну, вот-вот-вот, где-то вот здесь. Ну, понятно, что если у нас, если мы берем любое число, которое левее единицы, оно не является, оно не является минимальным элементом, потому что на отрезке от него до единицы найдется какой-то элемент. Например, просто середина этого отрезка. С другой стороны, сама единица не может быть минимальным элементом, просто по той причине, что мы требуем от минимального элемента, чтобы он входил в это множество, а единица вот в это множество не входит. Полуоткрытый интервал, который справа единицу не включает, единица не входит. Да, максимальный. Максимального элемента нет. Значит, нет максимального элемента. Вот. Ну, вот, собственно говоря, вот эта картинка с этим полуинтервальчиком, который ноль содержит, а единицу не содержит, ну, и вообще с вот такими вот открытыми штуками, которые не содержат какого-то, какую-то свою границу, как раз и будет у нас как бы основной сюжет. Вот мы хотели бы каким-то образом обобщить понятие максимума так, чтобы и минимума, так, чтобы эти штуки существовали для любого ограниченного множества. Вот. Как вы считаете, какой кандидат на вот такое обобщение, это будет уже не максимум, поэтому какие-то условия могут нарушаться, но каким кандидатом будет, кто может быть кандидатом для вот этого вот сюжета с вот таким отрезочком? Придел. Ну, какое число? Единичка. Ноль, запятая девять в периоде. Ноль, запятая девять в периоде. Мы доказывали, что это есть единица. Ноль, девять в периоде – это ровно то же самое, что единица, да. То есть, как бы, действительно, мы хотели бы сделать что-то в таком стиле, что вот мы приближаемся, приближаемся, приближаемся к вот этой вот границе и дальше, как бы, перейти к пределу и сказать, ну, вот, наверное, вот то, что получилось в пределе, это вот и будет неким обобщением понятия максимума. Вот. Ну, значит, это будет тоже правда, но формально мы сейчас будем действовать немножко по-другому. Давайте я введу соответствующее определение. Значит, этот раздел называется точная верхняя и точная нижняя грань. Значит, смотрите, пусть у меня есть х, это опять же какое-то множество. Давайте скажем, что по определению число С называется верхней гранью множество х. Если для всякого х маленького, принадлежащего х большому, х маленькая меньше либо равняется С. Слово грань здесь следует воспринимать как такую краткую форму слова граница, ограничение. Значит, число С называется верхней гранью, если выполняется вот такая штука, если оно ограничивает наше множество сверху. И аналогично, значит, это было про верхнюю грань, значит, и аналогично про нижнюю грань. Значит, все то же самое. Нижней гранью. Все то же самое, только неравенство в другую сторону. Ограничивает снизу. Ну, давайте вернемся к предыдущему сюжету. Вот, например, с этим отрезочком. Приведите мне пример какой-нибудь нижней грани этого множества. Множество от нуля до единицы. Ноль включается, единица не включается. Какую-нибудь нижнюю грань. Ноль, минус один, да. Вот все вот эти вот точки, которые левее нуля, и в том числе сам ноль, за счет того, что здесь неравенство не строгое, являются нижними гранями. А верхние грани? Один, два. Да, например, один, а еще? Все, что правее. Два, три, полтора, все, что хотите. Вот все, 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 все. Вот здесь правее единицы. Вот. Окей. Теперь смотрите, какая идея. Вот у меня есть, например, множество всевозможных верхних граней для нашего множества х. Наш множество х ограничено сверху. Это означает, что у него есть верхние грани. И это вот множество, которое представляет собой вот такого вот лучшего. А чего бы я хотел бы? Как бы я хотел бы выделить вот эту единицу? Во-первых, единица входит в множество верхних граней. А во-вторых, она является просто минимумом этого множества. Она является самым маленьким элементом в этом множестве. И таким образом, как бы, эта единица определяется однозначно. Вот. Давайте скажем, что значит, у нас следующее определение. Пусть х ограничено сверху. Да. Мне сейчас нужно обозначение. Давайте я скажу, что я обозначаю множество верхних граней через УБ. Значит, УБ от Х это множество всех верхних граней. Ну, соответственно, значит, можно ввести обозначение ЛБ. Это, наоборот, будет множество всех нижних граней. Значит, ЛБ от Х. УБ от слов в upper boundary, а ЛБ от слов в lower boundary. Верхняя граница, нижняя граница. Значит, пусть теперь Х ограничено сверху. Тогда УБ от Х не пусто. Да, надо сказать, что вот все, что мы сейчас обсуждаем, оно все касается не пустых множеств. Для пустых множеств не определено ни максимум, ни минимум, ни верхняя грани, ни нижняя грани, ничего не определено. Значит, УБ от Х не пусто. И может так случиться, что у этого множества, у множества всех верхних граней, есть самый маленький элемент. Есть минимум этого множества. Тогда мы назовем этот минимум точной верхней гранью. Значит, точной верхней гранью. Х называется минимум от множества верхних граней Х. Значит, понятно, где это определение. Вот, собственно говоря, оно в точности соответствует вот этой картинке. Значит, давайте я сейчас нарисую здесь множество УБ. Это вот такой вот закрытый луч. Значит, вот это будет УБ от от нуля до единицы. И, соответственно, его минимальный элемент это вот эта самая единица. Значит, это и есть точная верхняя грани. Вот. Понятно ли определение? Да, понятно. Отлично. Вот вы выключали камеры, по крайней мере, часть из вас, и я теперь не вижу, как вы киваете. Когда я спрашиваю, понятно ли. Ага, ну хорошо, многие не выключили. Так, окей. Ну что, покиваете, если понятно. Отлично. Так, хорошо. Давайте. Да, если непонятно, то задайте вопрос. А такой вопрос. А если ну как бы вот множество x сверху, как мы рассматривали интервал, только оно будет включено сверху, тогда получается верхняя грань x не будет входить в множество УБХ или я не прав? Нет, верхняя грань x обязательно входит верхняя грань, сейчас, точная верхняя грань обязательно входит в множество всех верхней граней. Точная верхняя грань это верхняя грань. Это одна из верхней граней. Но это самая маленькая из всех верхних граней. Ну просто для единицы это подходит, потому что единица в данном случае входит в УБХ, а не входит в само x. Да. А вот давайте рассмотрим другой пример. А давайте рассмотрим другой пример. Значит, давайте рассмотрим пример наоборот, когда у нас оба этих самых обе границы нашего отрезочка входят. отрезок от нуля до единицы, не интервал, а отрезок. Что тогда будет множеством верхней граней? От единицы включительно до бесконечности. Ага, совершенно верно, да. То же самое на самом деле будет. То есть множество верхней граней по-прежнему будет вот таким замкнутым лучом, который включает единицы. И опять же, единица будет точной верхней грани. Хороший вопрос. Видите, что мы изменили как бы замкнутость нашего множества вот в этой точке, но при этом на множество точных верхней грани это никак не повлияло, потому что ну потому что оно так потому что мы здесь вот требуем нестрогих неравенств за счет этого нам не важно входит этот элемент в нашем множестве или не входит. Вот. Окей. Ну, естественно, по аналогии можно определить точную нижнюю грань. Значит, и если х ограничено снизу, так, кто-то мне пытается позвонить по телефону, сейчас, простите. Ну ладно, надеюсь, что они перестанут звонить. Значит, х является ограниченным снизу, и тогда у него определено непустое множество точных нижних, определено непустое множество нижних граней. Значит, тогда lb от х. не пусто. И тогда точной нижней гранью называется. Как вы думаете, что? Максимум из множества lb от х. Да, совершенно верно. Максимум lb от х. Вот. Хорошо. Давайте, смотрите, тут у нас такая история, что мы, с одной стороны, говорили, что бывают максимумы-минимумы, но они не всегда определены. А с другой стороны, мы вот здесь определяем, что такое точная верхняя грань, мы этот самый минимум множество lb используем или максимум множество lb используем наоборот, точной нижней грани. И тут может возникнуть вопрос вполне естественный. Какой? всегда ли он будет? Да, вот я определил некоторый объект. Значит, вот то, что множество b от х не пусто, это по определению. Значит, если множество ограничено сверху, значит, у него есть какие-то верхние грани. Но всегда ли у этого множества найдется минимальный элемент? И это, на самом деле, вопрос достаточно содержательный. То есть, с одной стороны, вот на этом примере с вот таким вот отрезочком или полуинтервалом. Кажется, что, ну, вот всегда, вот какое бы мы ни нарисовали, если оно ограничено, мы можем найти там какую-то вот предельную точку, какую-то правую ограниченную точку, которая будет нажить точной верхней грани. Но, вообще говоря, это неочевидный факт, и он нуждается в доказательстве. Значит, есть такая теорема о том, что если множество х по множеству вещественных чисел ограничено сверху, у него существует точная верхняя грань. Ну, и наоборот. А если снизу, то точная нижняя. вот, это некая теорема, которую можно доказать. Я никогда эту теорему на лекциях не доказывал, хотел в этот раз доказать, потому что мне показалось, что я понял, что у нее простое доказательство. Но, когда я вчера попробовал это простое доказательство написать, я понял, что все замучаются его слушать, потому что оно хоть и идейно простое, но технически довольно напряженное. Идея этого доказательства состоит в том, что вы можете как бы строить, вот у вас есть какое-то множество вещественных чисел, и вы можете строить для него верхнюю грань цифра за цифрой. Вы можете взять сначала, так сказать, самую левую цифру из всех чисел, которые у вас есть, взять максимум среди всех этих самых левых цифр, и это записать как первую цифру вашего, вашей верхней грани. Потом оставить только те числа, у которых эта цифра максимальная, взять следующую цифру, и снова взять средний их максимум, и так далее. В принципе, можно написать алгоритм, который будет эту верхнюю грань строить более-менее явно, для любого множества, лишь бы оно было ограничено, и можно доказать, что построенный таким образом объект действительно будет верхней гранью, действительно будет точной верхней гранью. В общем, тем не менее, я сейчас не буду эту теорему доказывать явно, у нас будет как минимум один дополнительный источник, в котором вещественные числа будут строиться некоторым другим способом, и там теорема существования точной верхней гранью будет совсем простой, но может быть я напишу доказательства этой теоремы и предложу разобрать желающим, ну в смысле вот с таким построением вещественных числа, как мы делали с цифрами. Короче говоря, сейчас я оставляю эту теорему без доказательства. Но давайте вместо того, чтобы ее доказывать, давайте я покажу, почему она вообще, говоря, нетривиальна. Давайте представим себе, что мы древние греки, и мы вообще ничего не знаем про вещественные числа, а знаем только про рациональные числа. Значит, будет ли такая теорема верна в этом случае? То есть, если бы мы не знали про существование вещественных чисел, а оперировали только рациональными. Была бы верна эта теорема или нет? как вы считаете? Если нам запрещено выходить из класса из класса года? Мне кажется, нет. например, рассмотрим множество, где элементы приближаются рационально, например, к корню из двух, и тогда, ну, а поскольку сам корень из двух мы не можем взять как грань, то непонятно, какое число брать, потому что ну, вот пусть мы взяли какое-то рациональное и сказали, что на точную верхнюю грань, но это не так, потому что между корнем из двух и вот этим числом всегда есть еще какое-то рациональное. Да, совершенно верно. Смотрите, давайте возьмем множество всех рациональных чисел, которые обладают свойством, что x квадрат меньше 2. Вот такое множество. Смотрите, я, кажется, раньше не использовал это обозначение, значит, оно говорит следующее, оно говорит, что нам, что мы таким образом строим новое множество путем выделения из вот этого множества тех элементов, которые удовлетворяют вот этому условию. Значит, это множество рациональных чисел, чей квадрат меньше 2. Заметьте, что даже если бы мы ничего бы не знали про иррациональные числа, вот такое множество мы можем построить. нам для этого никакие иррациональные числа не нужны. Нам для этого нужно брать рациональные числа, возводить их в квадрат и проверять, квадрат меньше 2 или не меньше 2. После этого что получилось бы? Вот у нас есть наши числа. Трудно нарисовать все рациональные числа на прямой, потому что они всюду плотные. Но тем не менее, значит, вот у нас здесь где-то есть койрон из двух, который сам, мы знаем, что он есть, но это мы сейчас знаем, что он есть. А если бы мы были древними греками, мы бы не знали, что он есть. Поэтому мы бы увидели бы такую картинку, что вот у нас есть числа, которые входят в это множество, а правее находятся уже числа, которые не входят в это множество, тоже иррациональные. Но при этом никакой точной верхней грани у этого множества не было бы, просто потому, что вот эта вот штука множества всевозможных верхних граней, опять же, мы бы рассматривали только рациональные числа среди всех этих верхних граней, она бы не имела минимального элемента, потому что какое бы рациональное число мы бы не выбрали, если это рациональное число больше, чем корень из двух, то, как мы сейчас знаем, между ним и корнем из двух найдется другое рациональное число. Поэтому, вообще говоря, вот эта теорема, теорема существования точных верхней грани, она очень важная и как бы это некоторое фундаментальное свойство множества вещественных чисел. Оно говорит в некотором смысле, что в множестве вещественных чисел нету дырок. Вот в множестве рациональных чисел есть дырки, несмотря на то, что оно всюду плотно, несмотря на то, что рациональные числа есть на любом отрезочке. Тем не менее, в некотором смысле у вас есть какие-то зазоры между рациональными числами, а между вещественными числами никаких зазоров нет. Во множестве вещественных чисел никаких дырок нет. Но довольно трудно себе представить, но тем не менее это все правда. Но давайте в эту теорему сейчас поверим, не будем ее доказывать, и зато будем на нее ссылаться, будем ее использовать. Есть ли вопросы по этому кусочку? Да, у меня есть вопрос. Я не всем понял, почему этот пример про рациональные числа показывает нетривиальность теоремы, если она для вещественных чисел. Она нетривиальна в том смысле, нам нужно что-то потребовать от вещественных чисел такого, что нам не дают рациональные числа. Между рациональными числами и вещественными очень много похожих. Их можно складывать, вычитать, можно всякие разные другие операции делать, и тех, и других бесконечно много, и те, и другие плотны, они очень похожи. Но вот в этом свойстве, в свойстве существования верхней грани, они отличаются. И это означает, что нам нужно как-то использовать какие-то свойства этих самых множеств вещественных чисел для того, чтобы эту теорему доказать. В этом смысле нетривиальность. Кажется, что эта теорема более-менее очевидна. Мы построили картинку, на картинке видно, понятно, что возьмем эту точечку. Но если бы мы не знали про существование вещественных чисел, мы могли бы построить такую же картиночку. Мы бы нарисовали числовую прямую, но просто бы думали о том, что на этой числовой прямой все точки это рациональные числа. Там же не разглядишь по точке рационально или рационально. С другой стороны, если бы я хотел построить множество всех рациональных точек, то оно тоже было бы в виде прямой. Никак по-другому его не нарисуешь. Но оказывается, что с точки зрения этого свойства, свойства существования точечной верхней грани, это принципиально разные множества, принципиально разные по своим свойствам. Вот в этом смысле нетривальность. В каком плане между вещественными числями нет зазоров? Ну вот ровно в том смысле, что ровно в смысле вот этой теоремы. То есть как бы это означает, вот смотрите, можно так думать, можно думать, что вот если мы смотрим на множество рациональных чисел, вот мы можем двигаться по рациональным числам только по рациональным числам, вот мы можем приближаться к этому корню из двух, но если мы как бы перейдем к пределу, если мы рассмотрим предельное значение, то оно выводит нас из класса рациональных чисел, то есть мы попадаем в какую-то точку, которая не принадлежит классу рациональных чисел, хотя до того все точки были в этом классе, и в этом смысле можно сказать, что вот это вот самый корень из двух это некоторый зазор в множестве рациональных чисел, ну как бы не знаю, если вас слова про зазор скорее наоборот смущают и ухудшают понимание, можно про них забыть и думать просто про эту теорему. Окей? Хорошо, ну что, пойдем дальше. Значит, давайте теперь сформулируем еще одну важную теорему. Собственно говоря, ради этой теоремы мы сейчас изотевали всю эту историю про точные верхние грани, ну, не только ради нее, но в том числе ради нее. Значит, это теорема Вейш-страсса. Значит, и она говорит следующее. Пусть у нас есть какая-то последовательность. Есть подозрение, что если вы что-то пишете, то на экране ничего нет. Да. Интересно, почему он отворился. Так. Сейчас, секунду. Итак, Терема Вейш-страсса. Пусть есть неубывающая последовательность АНТ, неубывающая и при этом еще ограниченная. Давайте ограниченную сверху. Но давайте я картиночку нарисую для этого дела. Значит, вот у нас есть какое-то ограничение. Значит, у нас есть какое-то С, которое ограничивает все сверху. И у нас есть элементы моей последовательности. Значит, она неубывающая. То есть, может оставаться на том же уровне, но не может убывать ни в какой точке. Может потихоньку возрастать. Значит, и как вы думаете, что я хочу, какое утверждение я про такую последовательность хочу сделать? Она имеет предел? Да. Тогда у нее есть предел. Существует такое А, что предел при настремляющемся к бесконечности АН равен А. Вот. И это на самом деле очень полезная теорема в следующем смысле. До сих пор единственный способ, с помощью которого мы могли доказывать, что предел какой-нибудь последовательности существует, это был способ взять и доказать, что этот предел равен чему-то конкретному. Теорема Вейш-Транса позволяет доказывать, что последовательность имеет предел, даже если мы не знаем, чему равен этот предел. Ну, по крайней мере, если последовательность удовлетворяет этим свойствам. Монотонность и ограниченность в правильную сторону. Вот. Ну, давайте докажем. Доказательства. Значит, ну, я сейчас сказал, что эта теорема позволяет доказывать существование предела в ситуации, когда мы не знаем, чему этот предел равен, но на самом деле нам все-таки нужно, поскольку у нас нет ничего, кроме определения предела пока что, нам все-таки нужно предъявить какое-то число или, по крайней мере, способ построения этого числа, который бы нам позволил этот предел найти. Как вы думаете, чему будет равен этот самый предел, как его отыскивать? Через точную верхнюю границу. Можно точную верхнюю границу? Да. идея такая, что вот мы смотрим на все элементы нашей последовательности, образуем просто из них множество, просто вот сложим их все в одном множестве. И у этого множества найдем точную верхнюю грань. Значит, вот здесь вот С это была какая-то верхняя грань, а мы хотим точную верхнюю грань. То есть мы хотим как бы опустить эту С вниз настолько сильно, насколько это возможно, чтобы она продолжала быть верхней гранью, но при этом была бы как можно больше, как можно ниже. Значит, давайте мы рассмотрим, давайте мы просто положим, что А это есть супремум, точная верхняя грань, множество АН, где Н прибегает в центральные числа. Значит, это еще один способ конструирования множеств, который, ну, как бы еще одно обозначение для создания множеств. Это просто означает, что я создаю множество из всевозможных элементов АН, где Н это все натуральные числа. То есть это будет множество, состоящее из А1, А2, А3, А4 и так далее. Ну, то есть, грубо говоря, это означает, что я просто вот, если про последовательность можно думать как про такой график, то, когда я создаю вот такое множество, я просто смотрю только на игрековые координаты точек. Вот это множество, оно будет устроено вот так, оно будет состоять из вот этих точек. Почему нельзя было просто сказать, что это множество АН? Почему нельзя было просто сказать, что это множество АН? Ну, непонятно, что такое множество АН. Мы раньше говорили, что АН это последовательность. Последовательность это отображение из множества отображения из множества натуральных чисел в множество вещественных чисел. Сейчас мы фактически взяли просто образ этого отображения. То есть, взяли, рассмотрели все элементы, которые здесь получаются. Да, я вижу в чате обсуждения, значит, я забыл сказать, кто такой суп. Значит, смотрите, у слов точная верхняя грань и точная нижняя грань есть короткие названия. Значит, суп это супремум, это то же самое, что точная верхняя грань. Супремум. Это просто синоним. А еще бывает, еще бывает инф, читается инфимум. Это, соответственно, точная нижняя грань. Вот. Итак, значит, мы просто сложили все элементы нашей последовательности в одно множество и нашли от этого множества точную верхнюю грань. И теперь я хочу доказывать, что вот это самое число а и является моим пределом моей последовательности. давайте докажем. Значит, докажем, что а предел. Ну, действительно, смотрите. Значит, я хочу сказать следующее, что для всякого эпсилон больше нуля найдется такое n-маленькое, что расстояние между а, n и а будет меньше эпсилон. Давайте я здесь нарисую эту самую а. Значит, почему я это утверждаю? Ну, смотрите, во-первых, давайте разберемся с этим модулем. поскольку у меня а – это верхняя грань, все элементы а, n, не больше, чем а. Поэтому вот этот модуль можно явно раскрыть таким образом. Каким образом? то есть это штука чему равна? Ну, а минус а. А минус а. А минус а. Совершенно верно. Да, потому что, потому что так как а – верхняя грань. Дальше, значит, почему я, почему я делаю вот такое утверждение? Ну, смотрите, давайте предположим, что это не так. Пусть не так. И пусть найдется такое. я пока не доказываю, значит, вот то, что я написал, это не определение предела. Это вспомогательное утверждение, которое мне сейчас понадобится. Значит, давайте я скажу, что это первый шаг в доказательстве. Значит, это не определение предела. Окей? Значит, мы из вот этого утверждения потом выведем то, что определение предела тоже верно, но это пока не оно. Это некоторый факт, который мне сейчас хочется доказать. Значит, я его доказываю. Пусть это неправда. Пусть найдется такое эпсилон больше нуля, что для всех натуральных n a – a n будет больше либо равно эпсилон. а это не точная верхняя грань, потому что другая точная. Совершенно верно, да. А какая-то другая точная верхняя грань? a – epsilon. Да, потому что можно вот эту штуку переписать так. a – epsilon больше либо равняется a nt. Значит, мы видим, что если это не так, тогда для всех элементов последовательности a – epsilon будет больше либо равняется a nt, значит, a – epsilon тоже верхняя грань, но a – epsilon меньше, чем a, и значит, неправда, что a – это была точная верхняя грань. Значит, следовательно, a – epsilon была бы тоже верхней гранью. a – epsilon меньше, чем a, противоречит с точностью. Противоречит точность a. Понятно ли это рассуждение? А у нас epsilon – это вещественное же просто? Да, это какое-то вещественное число. И a тоже, то есть, соответственно, a – epsilon будет вещественным. Да, просто какие-то вещественные числа. Сейчас мы работаем только с вещественными числами. Смотрите, на картинке это чему соответствует? Это как бы соответствует идее, что если я возьму какую-нибудь окрестность точки a, в нее обязательно попадут хоть какие-то точки. Потому что если найдется такая окрестность точки a, в которую никаких точек не попадает, то это означает, что я могу эту a сдвинуть вниз. Нижняя граница этой окрестности тоже будет верхней гранью для нашего множества. значит, это была первая часть доказательства, как все поверили в нее. Теперь вторая часть. Значит, вторая часть устроена так. Давайте, значит, теперь я хочу все-таки вывести из вот этого утверждения определение предела. Как мне справедливо написали в комментариях, значит, это какое-то странное определение предела, потому что оно не является определением предела. Как бы из нее вывести определение предела? Ну, у нас возрастающая последовательность, поэтому все следующие члены будут больше. Да, значит, последовательность не убывает. Значит, так как последовательность не убывает, для всех n1 больше, чем n, n1 больше либо равняется a n, и, следовательно, и, следовательно, a n1 значит, a большой минус a n1 будет тоже меньше эпсилона. и, собственно говоря, все. Вот мы и доказали, вот мы и доказали наше утверждение. Следовательно, значит, мы для всякого эпсилона больше нуля. А n это что? Ну, смотрите, я, значит, я тут сейчас выбрал не очень удачное обозначение вот в этой части. Мне хорошо было бы здесь вот эту вот n-ку объявить, значит, и обозначить вот эту вот n маленькую, которая здесь нашлась, я должен был бы ее по-хорошему обозначить n большой. Тогда бы пазл бы хорошо сошелся. Но я в этом месте выбрал не очень удачное обозначение, поэтому мне приходится здесь придумывать еще какое-то n. Значит, ну, смотрите, у меня по определению предел, но давайте я напишу, что у меня получается. Значит, у меня получается сейчас такая штука. Значит, в итоге доказано следующее. для всякого эпизод больше нуля найдется такое n маленькое из множества натуральных чисел, что для всех n первых больших, чем это n маленькое, расстояние от а до n первое меньше эпизод. Значит, видно, что это в точность определения предела, но просто мне нужно было вот эту n заменить на n большое, а вот это n первое заменить на n маленькое. Понял, спасибо. Вот. Ну, бывает такое, что обозначение не совсем стандартное. вот так получилось. Как? Нормально не запутались в этих самых n первых? Вроде нет. Хорошо. Ну что, все, доказали теорему, можно дальше двигаться? Или, значит, есть ли какие-то вопросы по этой теории? То есть, как бы, идея такая, что если мы нашли какой-то элемент, который в это множество входит, то и все следующие тоже входят. Ну и все. Это, собственно говоря, ровно означает, что предел ровно такой, какой нужен. Все, доказали теорему. давайте теперь, я хотел бы, на самом деле, основная моя тайная цель состоит в том, чтобы использовать сейчас эту теорему для доказательства ряда утверждений, связанных с числом е, экспонентой и так далее. и так далее. Но прежде, чем я смогу это делать, мне нужно будет поговорить еще про одну штуку. Это называется бином Ньютона, биномиальные коэффициенты. Значит, я смотрю на часы и подозреваю, что я, может быть, не успею до конца дойти по тому материалу, который сейчас запланировал, но это не страшно. Я как раз предупредил коллег, что такая ситуация возможна, и они дорасскажут о семинарах. Но давайте, по крайней мере, начнем. Значит, смотрите, следующая часть, она выглядит немножко как лирическое отступление от всей нашей магистральной линии, связанной с пределами, последовательностями и так далее. Но просто она мне сейчас понадобится. Значит, давайте я скажу про биномиальные коэффициенты. Значит, смотрите, сейчас будет немножко комбинаторики. Если вы что-то такое проходили в школе, скорее всего, все будет хорошо знакомо. А если не проходили, то как раз вы сейчас и познакомитесь. Значит, немножко комбинаторики. Вот смотрите, допустим, у меня есть какое-то конечное множество. множество А, конечное. И пусть у него, пусть у этого множества А количество элементов равняется n, число элементов. И дальше я спрашиваю. Вот, допустим, я хочу выбрать, значит, сколькими способами можно выбрать из этого множества упорядоченный набор из k элементов. Ну, то есть, давайте так, пример. Значит, вот пусть у меня А, это множество, допустим, один, два, три. И, допустим, я хочу выбрать упорядоченный набор из, ну, хорошо, давайте один, два, три, четыре. И, допустим, я хочу выбирать упорядоченные наборы упорядоченный набор, например, из трех элементов. это просто означает, что я выбираю что-нибудь такое, два, допустим, три, два, или, скажем, один, два, четыре, или, например, есть два, три, два, а есть два, два, три, и это разные наборы, порядок имеет значение. Значит, вопрос, сколькими способами я могу выбрать такой упорядоченный набор? С четырех, внутри. n в степень ка. Да, значит, ну, давайте смотреть. Проще всего думать так, вот у меня есть, вот, допустим, у меня есть четыре элемента, чтобы выбрать упорядоченный набор из трех элементов, его можно заполнять последовательно. Сначала выбрать первый элемент. Первый элемент можно выбрать четырьмя разными способами. Получается вот такая штука. Значит, это выбор первого элемента. Дальше. После того, как мы выбрали первый элемент, нужно выбрать второй элемент. Второй элемент можно выбрать тоже с тремя способами, потому что я никаких ограничений сейчас не накладывал на то, что у меня элементы легко могут повторяться. Поэтому, чтобы выбрать второй элемент, у меня тоже есть четыре разных варианта. Значит, ну вот дальше, конечно, нужно нарисовать картинку, которую я нарисовать, которая у меня не поместится, но я думаю, вы поняли, что дальше происходит. Значит, это у меня выбор второго элемента. Ну, допустим, здесь я на стрелочках могу написать какие-то числа. Допустим, здесь один, два, три, четыре. И здесь тоже будет один, два, три, четыре. И дальше мне нужно выбрать третий элемент. Сделать как-то вот так. И вот эта вот итоговая точка, в которую я приду, это в точности тот самый набор, который у меня получится. Ну вот, например, если я пришел вот сюда, вот в эту точку, то это означает, что я выбрал элемент, значит, тут один, тут два и тут два. Значит, один, два, два. И сейчас могут. Я просто сказал порядочный набор из трех элементов. Сейчас у меня числа могут повторяться. Вот, собственно говоря, я специально привел пример два, три, два, чтобы показать, что они могут повторяться. И таким образом понятно, что у меня на каждом шаге вот здесь у меня из точки выросло четыре стрелки, здесь из каждой из этих строчек снова выросло по четыре стрелки. значит, вот здесь у меня было четыре умножить на четыре точек, а здесь четыре умножить на четыре умножить на четыре. Значит, вот здесь у меня было здесь у меня было четыре. Здесь вот на втором уровне у меня получилось четыре умножить на четыре точек, значит, окончание стрелочек а здесь 4 умножить на 4 умножить на 4 telegram упал ну ничего себе это не кстати у него еще есть три минуты на то чтобы восстановиться вот понятно как эта штука работает вот таким образом для того чтобы выбрать значит чтобы выбрать ответ на тот вопрос который здесь был поставлен такой значит у нас есть n в степени к способов сейчас разберемся с телеграмм но то есть вряд ли разберемся вряд ли я в силах починить telegram но есть же майонез или еще что-нибудь или можно будет мне на почту скинуть решение и так понятно ли это рассуждение про n в степени к теперь смотрите теперь что будет если я задаю тот же самый вопрос но только если теперь запрещаю повторяющиеся элементы что изменится если запретить повторяющиеся элементы я могу нарисовать ту же самую картинку на первом шаге я могу выбрать один из четырех элементов потому что вот я буду я буду как бы последовательно заполнять свободные слоты вот на первом шаге я могу выбрать один из четырех элементов по-прежнему а что будет на втором шаге так тут есть всякие разные варианты давайте давайте идти постепенно значит на втором шаге у нас будут три стрелочки идти потому что теперь один элемент мы уже выбрали он запрещен а на третьем шаге у нас уже выбрана два элемента осталось осталось только 2 осталось выбирать только из двух поэтому здесь у нас будут две стрелочки из каждой таким образом у нас вот здесь на первом шаге у нас было четыре разных способа выбрать на втором шаге из каждого из этих четырех способов выросло еще три значит получилось 4 умножить на 3 а на третьем шаге у нас получилось 4 умножить на 3 умножить на 2 значит это количество способов выбрать значит выбрать к элементов из n с учетом порядка но без повторов значит в общем виде это будет выглядеть так значит количество способов выбрать к элементов из n без повторов с учетом порядка это n умножить на n минус 1 умножить и так далее умножить на n минус к плюс 1 каждый раз каждый раз при переходе к следующему элементу у нас количество возможностей для выбора уменьшается на единицу и вот здесь скобок ровно к штук и последний элемент должен быть вот таким проверить что действительно так потому что здесь было как-то как бы n минус 0 здесь будет не n минус к а и минус к плюс 1 а или эту штуку можно записать с помощью факториалов таким образом это есть n факториал разделить на к факториал или не так n факториал разделить на n минус к факториал нет давайте поймем то-то-то да на n минус к факториал да то есть это мы как бы из всей вот этой вот цепочки значит если бы мы дописали бы эту цепочку до конца до единицы то мы получили бы n факториал а за счет того что мы ее не дописали мы как бы сократили вот на ту часть которая здесь не дописана это как раз n минус к факториал отлично теперь другой вопрос пусть у меня есть пусть есть n элементное множество сколькими способами его можно упорядочить то есть иными словами вот у меня есть множество допустим 1 2 3 и сколько сколько вот таких вот упорядоченных штук я могу записать 2 1 3 3 1 2 да это будет n факториал и на самом деле это ровно при применении ровно вот вот ровно того же самого утверждения потому что если у меня есть ну что означает что я хочу упорядочить эти элементы это в точности означает что я хочу выбрать n элементный набор но без повторов но с учетом порядка значит по этой же формуле просто у меня n равняется к в заднаменателе стоит 0 факториал 0 факториал по определению это 0 факториал по определению по единице вот таким образом здесь будет ответ n факториал и наконец последний последний шаг сколькими способами можно выбрать к неупорядоченных наборов из n элементного множества без повторов значит тут те кто знают те сразу запишут формулу но давайте давайте поймем откуда эта формула берется значит смотрите я предлагаю так вот давайте посмотрим когда мы выбирали упорядоченные наборы у нас среди этих наборов которые в результате получились есть те которые отличаются только порядком значит их нам нужно объединить как бы в один неупорядоченный набор сколько этих наборов которые отличаются только порядка но их ровно столько сколькими способами можно переставить элементы в этом наборе и их всех нужно как бы объединить в один набор поэтому нам нужно вот то число которое у нас получилось на предыдущем шаге вот это число n факториал разделить на n минус к факториал еще дополнительно поделить на k факториал это сколько сколько упорядоченных наборов длины к соответствует одному не упорядоченному вот и вот эта вот штука очень важно она называется биномиальным коэффициентом обозначается csnpk или вот так вот и она нам сейчас понадобится видимо уже на семинаре ну как вот что 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 такое набор ну вот я говорю что вот у меня было у меня было множество допустим 1 2 3 4 я из него выбрал набор допустим 2 3 1 вот количество элементов в этом наборе его длина тут у меня здесь к равнялась 3 а n равнялась 4 не упорядочены это значит что 2 3 1 и 1 3 2 это один и тот же набор да 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 совершенно верно значит не упорядочены это означает что мы как бы перестаем различать два набора которые отличаются только порядком нас интересует только то какие элементы в него входят но не упорядоченные наборы это просто множество это просто значит 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 не упорядоченные наборы без повторов это в точности то же самое что подмножество потому что что такое подмножество каждый элемент либо входит либо не входит элементы не входят дважды и порядок исследования элементов не имеет значения скажите пожалуйста мы выбираем к наборов или набор длины к набор длины к их количество определяется вот сколько получится столько получится ну меня просто немножко смущает формулировка в вопросе как будто мы выбираем несколько можно выбрать ой да я что-то криво я что-то я криво написал да простите значит скольким способом можно выбрать не упорядоченные наборы да я криво написал не упорядоченные наборы длиной к длины к вот вот так быть правильно хорошо ну что значит у меня время закончилось потому что нам нужно еще провести самостоятельно так значит если еще вопросы по по лекции так починился ли telegram не починился так хорошо смотрите значит давайте тогда мы так действуем но у кого то починился у кого то нет но смотрите есть следующая опция задача работ во первых можно кинуть в telegram если он у вас работает во вторых можно загрузить майонез сейчас я создам там слот для задачи самостоятельной telegram вроде ожил ожил ну хорошо кого-то ожил у кого-то нет но давайте в любом случае сейчас в качестве резервного канала создам слот в майонез там же где и домашки можно будет загрузить или если совсем ничего не работает можно отправить мне по e-mail я вытащу вашу работу из e-mail так значит квиз номер три так давайте я здесь пишу дата срок издачи какое сегодня число 25 20 2020 0 9 25 и время допустим 14 скажем 30 те поставлены так создал так ну что смотрите значит вы можете какая проблема но сейчас это мы будем я думаю что это не у всех сейчас мы будем с этим разбираться сейчас я проверю что это не у всех сейчас разберемся почему что что там упало а раньше у вас работало до того как он сказал все было нормально да только что работало только что работало сейчас не работает а где на масс-инфо лежат эти работы у меня только вкладка текущий контроль узнать оценки по курсу так сейчас выложу можно на майонез выложить вот это задание у меня просто на мэф-инфо ну я не могу зарегистрироваться там нет нельзя потому что я потому что мне нужно выдать каждому индивидуальный вариант значит видимо видимо да он немножко перегрузился на надеюсь что сейчас зарабатывает сейчас одну секунду значит давайте я выложу для всех у кого работает а с теми у кого не работает сейчас будем разбираться отдельно так значит чего я хочу я хочу зайти вот сюда так ну что поехали попробуйте обновить страничку со списком со списком листов там там же где вы узнавали свою оценку вот там сейчас должен появиться второй лист кроме квизов еще условия квизов там совсем не грозится вообще не грозит значит он все-таки рассчитан на такую нагрузку да 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 ничего не вот там совсем не прогружается мы можем скрин накидывать но он всегда так медленно работает нет вообще нет типа не работает а сейчас прям вообще не грузится ладно я понял короче говоря ничего не получается давайте давайте тогда ну и ладно не получается не получается давайте я тогда сейчас не буду делать самостоятельно простите значит давайте я тогда вместо этого дорасскажу дорасскажу историю про бенемиальные коэффициенты а 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 и так а Значит, смотрите, зачем я, собственно говоря, рассказывал сейчас про все эти биномиальные коэффициенты, какое это имеет отношение к всей нашей истории. Смотрите, давайте я теперь рассмотрю такую штуку. Пусть у меня есть выражение А плюс Б в степени Н. Можете подключить? Да, да. Сейчас, секунду. Значит, пусть у меня есть выражение А плюс Б в степени Н. И я хочу в этом выражении раскрыть скобки и провести подобные слагаемые. Как это можно сделать? Ну, давайте смотреть. А плюс Б в степени Н, это означает, что у нас есть Н скобок А плюс Б. Вот такая штука. У меня их тут Н штук. Ну, дальше, как по правилам раскрывать скобки? Ну, вот, например, если у меня есть две скобки, вот так вот, А плюс Б на А плюс Б, то у меня возникают какие слагаемые. Ну, вот мне нужно выбрать из одной скобки выбрать, значит, вот из первой скобки я выбираю либо А, либо Б, из второй скобки я выбираю либо А, либо Б, их перемножаю. То есть можно сказать так, что это есть А умножить на А плюс, допустим, Б умножить на А плюс А умножить на Б плюс Б умножить на Б. Значит, каждый из вот этих вот штук — это просто результат такой операции. Я про каждую скобку говорю, кого я из этой скобки выбираю, А-шку или Б-шку. И для всех возможных таких способов выбрать я получаю здесь соответствующее слагаемое. А потом я, когда привожу подобные слагаемые, я уже говорю, что у меня, на самом деле, за счет того, что произведение коммутативно, АБ равняется БА, поэтому вот эти два слагаемые на самом деле объединяются в одно. Я говорю, что это есть А в квадрате плюс 2АБ плюс Б в квадрате. Вот. Вот такая штука. Дальше. Теперь смотрите, как бы мне вот такого типа формулы обобщить для совсем общего случая. Ну, смотрите, значит, чего я хочу сказать. Вот, допустим, меня интересует коэффициент при каком-то конкретном выражении вот такого типа. Ну, давайте я еще посмотрю для случая, например, когда у меня три скобки. Вот. Здесь у меня будет тоже что-то такое написано. Значит, у меня будет А в кубе плюс какой-то коэффициент на А в квадрате Б плюс какой-то коэффициент на АБ в квадрате плюс, допустим, Б в кубе. И вот, допустим, что меня интересует, какой будет коэффициент при А в квадрате Б. Ну, что это означает? Откуда у меня берутся вот такие выражения А в квадрате Б? Они берутся таким образом. Это ровно те вот эти вот исходные слогами, которые были получены таким образом. Я из двух скобок, из этих, выбрал А, а из одной скобки выбрал Б. Каждый из вот этих слогаемых получается таким образом. Я выбираю из какой-то скобки А, и про каждую скобку я говорю. Я выбираю из нее А или Б. Соответственно, слогаемое такого вида — это слогаемое, которое берется из всевозможных раскрытий скобок, при которых я из двух скобок выбрал А, а из одной скобки выбрал Б. Значит, вот этот коэффициент — это количество способов выбрать, например, две скобки из трех, из которых я беру А, из остальных возьму Б. Значит, вот в этом случае, сколькими способами можно выбрать эти самые скобки? То есть, если я хочу... То есть, из двух поттеров. Да, из двух поттеров, значит, сколько их? Ну, на самом деле, выбрать два из трех — это все равно, что выбрать оставшийся элемент из трех. Поэтому это просто три здесь будет. Или тут тоже будет три. Но в общем случае... В общем случае видно, что если я хочу раскрыть скобки вот в таком выражении, то это будет такая штука. У меня здесь будут возникать какие-то коэффициентенты при выражениях вида А в степени... Ну, давайте я напишу полностью эту формулу. А плюс Б в степени Н. Это есть такая штука. Значит, это есть А в степени Н. Дальше. У меня есть компонент, который называется А в степени Н минус 1 умножить на Б. Это значит, что я должен выбрать одну из всех вот этих вот скобочек, которые у меня тут есть. Я должен выбрать одну скобку, из которой я беру Б, а всех остальных беру А. Значит, И выведет Н штук. Дальше. Следующее слагаемое будет вот таким вот моноумом. Значит, как получить вода этот коэффициент? Мне теперь нужно выбрать, ну вот, например, я выбираю две скобки, в которых будет Б, из всех моих Н скобок. Сколькими способами это можно сделать? Ну вот, ровно тем количеством способов, которые мы сейчас обсуждали. Н умножить на Н минус 1 и разделить на 2. Значит, это будет как раз С из Н по 2. И так далее. Значит, общая формула выглядит так. Это есть сумма по К от 0 до Н, С из Н по К, А в степени Н, Б в степени А в степени К, Б в степени Н минус К. То есть, вот эта наша чисто комбинаторная задачка про выбор множества, про выбор подмножества из данного множества, она превращается, она, наша задачка об отыскании вот этих коэффициентов, она просто сводится к этой комбинаторной задачке, потому что можно проинтерпретировать эти коэффициенты, как то, сколько вот таких вот штук у нас получается для... То есть, когда мы будем раскрывать скобки. Не знаю, как, понятно это или не очень. Значит, полезно просто сделать ручками, например, раскрыть скобки в выражении А плюс Б в четвертый, и вы увидите, как этот механизм работает. Если вы раскроете скобки в А плюс Б в четвертый, то вы увидите, что там реально получаются вот эти самые комбинации из Ашек и Бшек, их ровно столько, сколько нам предписывает вот эта формула. Вот, просто сделайте это, это реально очень полезное упражнение. Вот, ну вот так вот. Есть ли какие-нибудь вопросы? Хорошо, ну тогда на сегодня все. Самостоятельно не сложилось, но к следующему разу я что-нибудь обязательно придумаю. До свидания. Спасибо. До свидания. До свидания. Спасибо. До свидания. Спасибо. До свидания. До свидания. Илья, можно? Да? Илья Парсан, все дела. Пока вам мало. Так, да, смотрите, значит, еще раз про N в степени K поступил запрос. Значит, если кто хочет послушать, значит, смотрите, еще раз. Сейчас, одну секунду, я подключу питание к моему ноутбуку, а то он сейчас у меня вырубится. Значит, смотрите, как у нас это работает. Вот, допустим, что я хочу выбрать, значит, вот пусть у меня есть множество X, 1, 2, 3, 4. Сейчас не X, я его А обзначал. И, допустим, что я хочу из него выбрать, ну, давайте сначала двухэлементные упорядоченные наборы. Значит, как это делается? Ну, вот смотрите, то есть это означает, что я хочу выбрать всякие вот такие вот штуки. Допустим, 2, 3, 1, 2, или 1, 1, или 3, 4 и так далее. При этом они упорядочены, то есть элемент 1, 2 — это не то же самое, что элемент 2, 1. Значит, как это можно сделать? Ну, можно сказать так, что давайте вот у меня есть как бы вот два места в этом самом упорядоченном наборе. Давайте я буду эти места заполнять по очереди. Значит, сначала первое место. Первое место я могу заполнить четырьмя разными способами. Значит, вот я нарисую такую картинку. Значит, это выбор первого элемента. Значит, я мог бы выбрать единицу, двойку, тройку или четверку. Дальше. После того, как я это выбрал, я могу теперь выбирать... Да, элементы могут браться повторно. Да, в этом случае могут, потому что я здесь соответствующего ограничения не вносил. Значит, тогда здесь действительно будет четыре стрелочки из каждого из вот этого. И получится вот такая вот штука. Значит. Нет, надо все-таки как-то эту картинку по-другому рисовать, чтобы все стрелочки поместились. Вот. Ну, здесь вот получается, что их будет в четыре раза больше. Ну и так далее. Вот. Так, давайте еще вопросы. Вопрос вот прям почти в самом конце, где а плюс b в степени n. Пожалуйста, еще раз повторить, откуда у нас взялось n умножить на n-1 делить на... Вот эта штука. Да. Это второй... Это вот то же самое, что c из n по 2. Смотрите. Я выбираю первый элемент n разными способами, второй элемент n-1 разным способом. И дальше... Но при этом это я, так сказать, это я считаю сейчас упорядоченные пары. А чтобы сделать из упорядоченных пары неупорядоченные, мне нужно сказать, что у меня каждой упорядоченной паре соответствует две неупорядоченные. Сейчас, наоборот. Каждой неупорядоченной паре соответствует две упорядоченные. Поэтому нужно поделить на два. Прошу прощения, еще раз. А почему конкретно на два поделить? Почему на два? А давайте посчитаем. Давайте смотреть. Вот у меня есть... Вот давайте просто возьмем, скажем, вот у меня было изначально три, один, два, три. У меня было три элемента. Значит, дальше я выбираю среди них сначала упорядоченные пары. Значит, первый элемент я могу выбрать тремя способами. Второй элемент я могу выбрать двумя способами. Значит, вот у меня получились... Давайте смотреть. Пусть у меня здесь будет один, два, три. Здесь я уже единицу выбрал, у меня остается только два, три. Здесь я уже выбрал двойку, у меня остается один, три. Здесь я выбрал тройку, у меня остается один, два. Значит, у меня получились такие упорядоченные элементы. Например, вот здесь у меня остается упорядоченная пара один, два. Здесь один, три. здесь 21 здесь 23 здесь 31 и здесь 32 это я пересчитал вот это это у меня 3 умножить на 2 то есть n умножить на минус 1 и это упорядоченные пары вот но теперь теперь я хочу посчитать не упорядоченные пары то есть теперь я хочу сказать что вот это 12 вот это 21 на самом деле одна и та же не упорядоченная пар и аналогично вот это одна вот этой вот штуки то тоже не упорядоченная пара одна и та же и вот эти вот две штуки то тоже одна не упорядоченная пара давайте я сейчас просто действительно так и сделаю значит вот у меня вот эта штука и вот эта штука объединяются дальше Вот эта штука и вот эта штука объединяются. И вот эта и вот эта штука объединяются. Значит, вот у меня получилось три неупорядоченных пары. Давайте поймем, как получить вот это три из вот этих вот шести. Смотрите, я точно знаю, что если у меня вот здесь была неупорядоченная пара из двух элементов, вот здесь, например, у меня есть пара один-два, то сколько ей соответствует упорядоченных пар? Ну, две. Сколькими способами можно эту штуку упорядочить? Два. Два. Это как раз и означает, что у меня вот в этом множестве, значит, в паре таких элементов соответствует один вот такой элемент. И то же самое про все остальные. То есть это означает, что у меня нужно поделить количество вот здесь элементов на два. Потому что в каждом из вот таков вот классе у меня ровно два элемента. Поэтому поделить на два. Понятна эта идея? Нет, не очень. Ну, здесь конкретно, да. Здесь понятно. Вот. А теперь давайте представим себе, что у меня была бы более сложная история. Допустим, что у меня были бы не, допустим, не наборы длины два, а наборы длины три. Значит, что бы тогда было бы? У меня было бы какое-то количество наборов, допустим, длины три упорядоченных. Скажем, вот один, два, три, два, один, три и так далее. Опять тот же самый вопрос. Я хочу теперь, значит, среди вот этих, среди этих упорядоченных наборов есть те, которые отличаются только порядком. Вот давайте я возьму, например, вот этот набор один, два, три. Сколько упорядоченных наборов отличается от него только порядком? Это в точности то же самое, что задать вопрос, сколькими способами можно переставить элементы в этом наборе. То есть, поскольку вот здесь все упорядоченные наборы вообще какие есть, то, значит, для того, чтобы выделить упорядоченные наборы, которые отличаются от вот этого только порядка, мне нужно просто переставлять всевозможным образом элементы вот в этом наборе. Значит, сколько их получается? Шесть. Шесть, да. Откуда шесть? Откуда шесть? Ну, два вносишь на три. Да, ну, как раз три факториал. То есть, значит, это все равно, что пересчитать эти упорядоченные наборы, которые эквивалентны данному, это все равно, что пересчитать, сколькими способами я могу выбрать упорядоченные наборы длины 3 из множества длины 3. Значит, первый элемент я могу выбрать тремя способами, второй двумя, третий одним способом. Поэтому здесь получается три факториала. То есть, что это означает? Это означает, что вот у меня есть общее множество всех упорядоченных наборов. Значит, упорядоченные наборы длины 3. И среди них я могу выделить классы наборов, которые отличаются только порядком. Значит, отличаются только порядком. И в каждом таком классе будет по шесть элементов. Здесь будет шесть элементов, здесь будет шесть элементов, здесь будет шесть элементов. Вопрос. А сколько всего вот таких классов? Значит, мне нужно поделить общее количество упорядоченных наборов на то, сколько элементов в одном классе. Значит, количество неупорядоченных наборов. Это есть количество упорядоченных наборов. Мы можем разделить на количество наборов, отличающихся порядком. Так, вот это вот соображение понятно? Или не очень? В целом, да. Вот. Ну, собственно говоря, вот отсюда оно и берется. То есть дальше мы считаем, у нас общее количество упорядоченных наборов. Это n на n-1 и так далее на n-k плюс 1. Количество способов, которым мы можем переупорядочить один упорядоченный набор. Это в точности k факториал, потому что у нас наборы длины k. Поэтому получается вот такая вот величина. То есть, ну, например, если возвращаться вот к этому коэффициенту, значит, что здесь получается? Допустим, я хочу выбрать два элемента из n. Значит, я первый элемент выбираю n разными способами. Второй элемент я выбираю n с одним разным способом. Но при этом у меня получается упорядоченный набор. Значит, чтобы учесть тот факт, то есть, как бы, я при этом способе счета учитываю каждый неупорядоченный набор два раза. Один раз как x, y, а другой раз как y, x. Вот при таком способе счета я x, y, y, x различаю, и их две штуки. Значит, но они на самом деле соответствуют одному и тому же неупорядоченному набору. Поэтому я должен здесь поделить пополам. Окей, я тогда со следующим коэффициентом. Вот, а дальше происходит следующее, значит, дальше следующий коэффициент у вас будет такой. Давайте смотреть. Значит, вот у меня есть a плюс b в степени n. Значит, я говорю, что это a в степени n умножить на n, a в степени n-1b плюс n, n-1 пополам умножить на a в степени n-2b в квадрате плюс следующий коэффициент какой будет. Значит, теперь у меня мой маном будет a в степени n-3b в степени 3 и какой коэффициент я должен сюда поставить. Но это означает, что я должен теперь выбрать, вот у меня есть n скобок. Значит, я должен выбрать 3 скобки, из которых возьму b. Значит, сколькими способами я могу это сделать? Значит, сколькими способами я могу эти самые скобки выбрать? Но я могу выбрать тремя способами. Сейчас, не тремя, а сколькими способами. Значит, я могу выбрать первую скобку n способами. Потом я могу выбрать вторую скобку n-1 способом и третью скобку n-2 способами. Значит, тут получается n на n-1 на n-2. Но при этом, если я выбрал сначала первую, потом третью, потом вторую, то это то же самое, что если я сначала выбрал третью, потом первую, потом вторую. И это то же самое, что если я сначала выбрал первую, потом вторую, потом третью. И это то же самое, что если я выбрал сначала вторую, потом третью, потом первую и так далее. Значит, сколько способов таких перестановок сделать? Три факториал. Три факториал способов. Значит, при таком способе подсчета, когда я указываю, какой скобик я выбрал первую, какую вторую, какую третью. Я каждый из моих неупорядоченных наборов посчитал 3 факториала раз. Поэтому мне теперь нужно на эти 3 факториала поделить. Значит, поделить на 1, на 2, на 3. И так далее. Давайте попробуем чего-нибудь посчитать конкретно. Хорошо? Хорошо. А плюс B в четвертой степени. Давайте посмотрим. Значит, A плюс B в четвертой степени. Значит, на самом деле можно даже попробовать несколькими способами это сделать. Сейчас у меня разрядится ручка. Смотрите, значит, с одной стороны можно думать так. Можно думать, что вот давайте мы будем реально считать, из какой скобки мы чего выбрали. Значит, ну, например, если я хочу получить A в четвертой, сколько способов это сделать? Один. Один способ. Потому что это означает, что я из каждой скобки должен выбрать A. А. Вот давайте я так буду говорить. Вот у меня здесь есть такая штука. Сейчас, выключилась, да? Сейчас, одну секунду. Значит, A в четвертой. Это означает, что я вытащил из каждой скобки по A. А. Значит, вот у меня A, 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 A. И такой элемент один. Значит, у меня один способ получить такой элемент. Дальше. Допустим, я теперь считаю A в третьей B. Это что означает? Это означает, что я должен просто выбрать ту скобку, из которой я вытаскиваю B. И это я могу сделать четырьмя разными способами. Значит, у меня будет либо A, 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 B, либо A, A, B, A. Ну, вот как-то так. Это я могу сделать четырьмя разными способами. Значит, формально это означает вот что. Что у меня... Что я выбрал один из четырех элементов. У меня есть только одно место. Я выбираю элемент на это место, выбираю одним из четырех разных способов. И все. И дальше ничего не происходит. Вот четыре элемента я выбрал. Теперь, допустим, у меня есть A квадрат, B квадрат. Значит, сколькими способами можно записать такую штуку? Ну, вот мне нужно выбрать... Значит, мне нужно выбрать... Выбрать первую скобку. Давайте выбрать первую скобку, где будет... Где будет A, например. Сколькими способами я могу это сделать? У меня всего четыре скобки. Значит, это будет четыре способа. Дальше. Выбрать вторую скобку. Это уже тремя способами могу сделать, потому что, когда я выбрал первую скобку, я из нее уже зафиксировал, что я из нее буду выбирать. И у меня осталось только три способа. Но при этом мне нужно поделить этот результат на два, потому что, как бы, если я сказал, что я из вот этой скобки выбираю A и из вот этой скобки выбираю A, с точки зрения вот этого подсчета, эта штука различается от того, что я сказал, что я из вот этой скобки выбираю A и из вот этой скобки выбираю A. Значит, вот чтобы учесть эту перестановочность, мне нужно поделить на 2. Значит, получается, что мне нужно 4 умножить на 3, поделить на 2. Шесть разных способов. Ну и так далее. На самом деле, дальше они будут симметричны, потому что выбрать скобку, из которой выбирать одну b, это все равно, что выбрать скобку, из которой выбирать одну a. Поэтому здесь дальше будет 4, а потом будет 1. Вот, поэтому получается, что вся вот эта штука, она равна a в четвертый плюс 4a в кубе b плюс 6a в квадрат b в квадрат плюс 4a в кубе плюс b в четвертый. А можно еще со значком суммы туда записать, я смотрю? Можно. Значит, в общем случае оно записывается так. а в степени, значит, a плюс b в степени n. Это есть сумма по всем k от 0 до n. Значит, c из n по k, а в степени, значит, a в степени n минус k, b в степени k. Но что это означает? Это означает, что вот у меня k будет меняться от 0 до n. И, соответственно, я буду записывать такие вещи. Значит, c из n по 0, a в степени n минус 0 на b в степени 0, плюс c из n по единице, a в степени n минус 1 на b в степени 1, плюс и так далее, плюс... Давайте хвост напишем. c, n, значит, хвост, когда k, например, минус... Сейчас вот так, n минус 1, а в степени... Здесь будет n минус n минус 1, b в степени n минус 1, и плюс c из n по 0, и c из n по n. a в степени n минус n, b в степени n. Значит, вот такая штука получается. Значит, это я расписал, как вот эта вот краткая запись расписывается полностью. То есть вот эта запись означает, что у нас, значит, вот это выражение, в этом выражении k меняется от 0 до n, и дальше все это суммируется. Значит, вот получается, что k равняется 0, вот у меня первое слагаемое. k равняется единице, вот второе слагаемое. И так далее. k равняется n минус 1, вот предпоследняя...